Первой точкой инспекционного объезда стала магистральная теплотрасса на пересечении улиц Коминтерна и 50-летия Победы. Это один из самых проблемных участков. На трубопроводе, возраст которого достигает почти 40 лет, впервые делают ремонт. Здесь меняют трубы на новые из современных материалов. Это позволит продлить их срок службы как минимум на 30 лет. Участок сложен тем, что много поворотов, достаточно сложная его трассировка. Если первоначально планировалось проход под дорогой без скрытия полотна, то выявили, что там есть косой стык, так называемый. То есть протащить трубу невозможно, поэтому оперативно принято решение о вскрытии полотна в выходные дни, ну и замены с установки кильц новых и так далее. Привести так, чтобы эта трасса прослужила как минимум 30, а то и больше лет. Затем, как происходит замена труб, наблюдает глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. После осмотра участка он отправляется с проверкой в котельную на улице Бараново, реконструкция которой сейчас идет полным ходом. Ее модернизируют в рамках второго энергосервисного контракта. Объект запустят уже к началу нового отопительного сезона. В котельной полностью поменяют оборудование. Процесс подачи тепла будет автоматизированным. Сумма всех затрат инвестора составит около полутора миллиардов рублей. Реконструкцию пройдут 13 котельных. Таких у нас 13 котельных по энергосервисному контракту. Обращаю внимание, что энергосервисный контракт позволяет вкладывать серьезные средства. При этом никоим образом это не влияет на тарифы. То есть жителям не придется за это платить ничего. И это никоим образом не влияет на городской бюджет. И городской бюджет здесь экономит. Вот такая работа у нас началась в прошлом году. В этом году у нас она продолжается. Мы меньше котельных, чем в прошлом году ремонтируем. Но мощностью, они вот такие все большие, они конечно же дают эффект больше, чем в полтора раза, чем в прошлом году. Всего в этом году в городе планируется заменить и отремонтировать более 100 километров теплотрасс.